Приветствую всех дорогие зрители и подписчики моего канала с вами Владимир и сегодня я начинаю новое прохождение стратегии под названием космическая федерация 2 звезды страха по-английски эта игра называется galactic civilization но почему-то у нас перевели так недавно кстати 20 или 19 мая вышла третья часть но на английском она полностью так что смысла играть в такую стратегию на английском еще я не вижу такое совпадение получилось что третья часть как раз появилась так как видите немножко изображение растянут так как она была рассчитана под прямоугольные мониторы точнее под квадратные широкоформатные мониторы пошли уже позже вроде 2007 году вышла вроде так так и по поводу сборки эти какая у меня сборка стоит данный момент принципе мне понравилась она в отличие от оригинальной как бы настройки особо тут так не буду менять как бы все настроено видео качество лучше и конечно также без этого что мне нравится старых играх что не надо переживать за настройки графики что комп в принципе потянет так или где-то пятилетней давности или это так или даже еще позже новая игра так галактика будет необъятная так условия победы включить научно слепое исследование так уничтожить всех противников хорошо так пригодные планеты редко не часто иногда регулярно избытки регулярно так планеты давай случайно пусть будет звезды пусть будет регулярно плотные звезды средние аномалии случайно число астероидов случайно развитие науки это очень важно в данной версии лучше ставить очень медленное потому что вы просто не не успеете за за вашими противниками так число малых раз случайно будет если вы поставите на норму то они будут очень быстро развиваться вы будете не успевать просто и вас будет разносить хуам когда первый раз играешь это мягко говоря удивляет какой нюанс так принципе тут все по настройкам галактики вот громадная галактика сейчас будем выбирать раз ну я принципе вот это альтерское сопротивление заготовлено у меня умение расы экономику скорость так в принципе можно и другие выбирать они больше на экономику рассчитаны вот эти ребята но они похожи на людей вот люди земной альянс а все остальное это них пришельцы короче ксеносы с которыми нам придется сталкиваться но не со всеми но все равно так берем вот этих теперь двигатель есть теперь термоядерные реакторы традиционная наука промышленная революция история добродушия ну и видите умение расы экономика плюс скорость плюс это на корабли наука плюс удача плюс креативность есть лояльность и снабжение креативность позволяет быстрее развивать раньше времени исследовать технологии вот так вот это умение так хорошо тут мы можем добавить умение так но и политика можно поменять прирост населения универсалисты пулисты пацифисты промышленники наук извиняюсь будет универсалисты я думаю экономика защиты русс прирост населения удача так умение у нас а это уже да я раскидал на креативность лояльность лояльность планет наука так скорость удача экономика чтобы еще на солдата ну ладно пусть будет так в принципе пусть будет пусть будет эта раса она мне нравится землян как-то не хочется брать пусть будет альтаир альтарианское сопротивление в принципе хорошо развита раса в плане экономики креативность есть науки неплохо удача есть даже и снабжение плюс 5 не забыл я нажать на свой счетчик кто рассчитывает сколько времени серии делать так выбраны противники до 6 противников давайте случайные рассы и возьмем всем противником сложность нормальная пусть будет всем противником думаю достаточно можно конечно и больше хватит 7 самая главная наша задача сейчас поставить экономику на ноги и начинать усиленно колонизировать окружающие планеты вроде бы с одной стороны просто на лбу так но не все так просто как кажется сегодня в открытый космос выйдет первый из сотен кораблей колонистов планеты Альтария они отправятся в поисках новых миров для нашей расы наши братья земляне разделили секрет непредвидителя со всеми цивилизациями галактики мы должны мудро распорядиться нашими новыми возможностями возможностями возможно другие расы попытаются починить себе галактику жестокостью и насилием мы же будем стремиться к мирному существованию если наш мир придет война победителями не будет мы же идем вперед не оглядываясь на прошлое нашу цивилизацию ждет эра мира и процветания но по поводу мира это вранье так древо технологий смотрите как вам древо технологий неплохо да древо технологий тут довольно таки большое но чтобы вы сразу не делали самую главную ошибку я вам скажу что надо делать для начала как я и говорил нужны деньги а деньги это это сейчас покажу ксеноэкономика вот оно нам нужно идти вот по вот этой ветке сейчас вот так на ксеноэкономику ксеноторговля ксеноторговля ксенобанки и галактические биржи вот это наша первоочередная ветка значит мы выбираем искусственную гравитацию будет прирост населения и открывает там технологии снабжение снабжение планетарные проекты и строительство межзвездных кораблей 23 недели будет делаться так новые виды двигателей так мы на космосе ксеноэкономика развитие так космаверфь что ты будешь делать ты будешь делать корабль колонистов да да так и на планетке мы будем делать вот бонус науки вот бонус к сельхозхозяйству сразу не занимайтесь занимайтесь ерундой не делайте эти сельхоз здания так вот эта штучка хорошая бонус к гражданскому порядку да бонус к экономике так поддержка на планете это очень важная штука для этого для поддержки мы строим развлекательные центры за три штучки дальше вот эту матрицу строим вот тут и пока строим научные лаборатории пару штучек вот так вот все так корабль колонистов 71 неделя а если вот сюда переключим 18 недель тут 28 недель да ясно сейчас разберемся так вот пока готово сейчас звука немножко прибавлю так зайдем не сюда а вот внутренняя политика значит на армию значит на армию сейчас выделяем больше 40 процентов будет быстрее корабли строится так прибыли у нас пока есть мы 100 процентов мы 100 процентов кидаем на производство торговли пока никакой нет разведка так так где мы оказались а вот тут мы оказались так так космодобытчик автомат работой флагман у нас есть и флагман сейчас пойдет так приблизимся где тут звезда звезда ближайшая вот да видишь сюда так а колонист наш отправляется вот сюда отправили мы корабли на исследование космоса и что же нам это принесет что это было а ну стоп ребята сейчас как я остановлю остановлю записи на новую запущу такой прикол еще конечно надо посмотреть что получился победа победа блин сейчас сделаем все так попытка номер два запустил я на ново вот мы уже немножко в другом месте оказались видите а тут на краю вот такие два скопления вот идут а мы где-то тут на отшибе появились так и мы открыли сразу планетку видите кружочек закрасенный двадцарик сразу двадцать клеточек сразу говорю не советую вам колонизировать планеты ниже восьми где-то восьмого класса два царик это вообще класс так и колонии отправляются туда наша зона влияния я выставил в принципе в сети внутреннюю политику еще есть внешняя политика но пока по ней толком ничего нету так и как у нас строится через десять недель будет корабль да это если я поставлю вот так через тридцать две давай пока развлекательный центр может но так в принципе науку если как бы то давай пока так сейчас корабль долетит потом поменяем здесь колонизация пошла успешно так хорошо вот это будет наш промышленный центр где мы будем строить строить наши корабли короче верфь наша будет так построим строим за три штуки это минимум необходимый так дальше бонус к науке конечно же построим тут бонус к науке построим бонус к производству построим не заставите заводами ваши планеты это никому не нужно потому что содержание видите 3 миллиона кредитов но 300 лет не надо так и что тут построить еще давай хотя бы за 4 лабораторики потом пару заводиков еще может может быть и вот так приоритет на планету а потом будем застраивать биржами и тому подобное и банками так также еще можно натыкаться на аномалии так тут ничего нету да 5 класс это бессмысленно туда лететь аномалии может подбирать только ваш флагман так давай ход так тут пока мы обнаружили видите каждая планета даже с кольцами так луна двигается прикольно по орбите тут есть еще астероидное поле оно будет приносить нам доходы пока наш автотобычка работает так а мы летим сюда надо исследовать и надо строить колонистов все таки так прибыль падает да да так стоп стоп вот вот так немножко налоги подтянем сейчас вот так вот вот ну пусть пока будет то можно банкротами еще стать тут тоже будет так есть развлекательный центр завершен развлекательный центр так сразу же поддержка увеличилась так и надо бы сейчас на 8 недель сделать вот так что строились наши колонии сейчас пока все спокойно все общего сиска чудо инновационный комплекс так как это они так быстро построили видимо какое-то их не особое здание так ну тут пусто я так понял а не тут кое-что есть смотрите смотрите в Балактике столько всего разного следы исчезнувших цивилизаций непонятные артефакты и кучи космического мусора корабли-разведчики могут исследовать аномалии иногда там есть что-то интересное так мы обнаружили бортовые журналы погибшего звездолета так орудия смогут улучшить да у нас орудий нету на этом корабле так я думаю наверное пока отправить корабль вот эту звездную систему вот сюда так а тут корабль колонистов скоро будет готов как производство идет да строится все ну мы опять теряем 6 кредитов уже но тут уже идет прибыль от добывающей базы так туризм налоги всего да так прогресс у нас самый высокий но пока мы никого не открыли то у нас самые высокие о есть колония уже давай идем на аномалию о 100 кредитов 100 миллионов кредитов склад обнаружили бесхозный так запускаем колонию забирается часть населения с планеты когда колон запускаешь колонию вон максимум наш так так пока переключаемся на гражданские устроиться так колония сейчас можно отправиться посмотрим флагман сейчас долетит туда так весь развлекательный центр что у нас минус 9 пока давай лети так и что тут пока пусто да сейчас откроем более подробно так а тут есть какая-то аномалия значит колонию отправляем вот вот сюда здесь прирост населения будет каждая кстати технология имеет свое уникальное описание которое не повторяется так искусственная гравитация результат использования огромного количества доступной энергии в этой технологии есть как очевидные так и скрытые области применения очевидная область применения космические корабли которые теперь могут дольше доходиться в космосе потому что больше нет необходимости обременять их конструкцию хрупкими и ненадежными устройствами то есть не нужно вращать корпус корабля чтобы поддерживать нормальную силу гравитации достаточно посмотреть на фото Дренджинской и Арсианской империи до открытия искусственной гравитации их корпуса вращались вокруг России за счет регулируемой работы микродвигателей которые делают это вращение равномерным и постоянным безусловно такие корабли не очень надежны в бою на кораблях Дренджинского флота который захватил родную планету Дориан еще до изобретения гипердвигателя не было искусственной гравитации и они использовали звездные врата так что срок перелета составил примерно год во время пути на двух военных транспортах случились поломки системы управления вращением и более 25 тысяч тренджинских десантников были выброшены в открытый космос подумаешь к счастью мучились они недолго потому что вскоре пошли на топливо для флота еще одна важная область применения использования планетарной направленной гравитации на тех планетах где иначе невозможно осуществлять крупные планетарные объекты проектов так и мы сейчас будем планетарные проекты изучать и пойдем на ксеноэкономику и тут будет рынок который мы будем строить везде так планетарные проекты вот видите гражданская продукция плюс 10 процентов военная продукция плюс 10 и наука плюс 10 конечно 61 61 неделя как бы как бы это ничего страшного все это можно сделать так флагман так прирост населения на 1 процент больше да будет уже хорошо значит флагман отправляется сюда сейчас социальная матрица завершена тут строится развлекательный центр поддержка 90 процентов 97 может им тогда налоги поднять вот так раз такая высокая поддержка так корабль скоро будет надо еще один делать когда там социальная матрица будет скоро готова пока так так о смотри что мы нашли знаете что это такое вон красный это военный ресурс там нужно строить базы на них так что мы инженерный модуль пока инженерный модуль так сейчас 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 только не помню могу ли я строить базы боевые станции мне кажется что могу боевые станции мне кажется что базы можно строить так так ну любит уже неверсальный переводчик плохо неплохая технология на влияние вам хорошие технологии так ну сейчас там базу построим такое дело так 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 еще не пролетел так но прибыль должна идти уже вон сколько уже астероидов так есть развлекательные центр еще один такая есть восьмерочка есть да хорошо восьмерочка есть отправляемся дальше ух тышь тыщу кредит еще миллионов кредитов получили инженерный модуль все закончится тут строительство так нас пациентов составит там чего-то так хорошо запускаем инженерный модуль и он летит вот сюда делать базу так а тут делаем корабль колонистов так сюда долетел до корабль колонистов надо посмотреть еще тут может планетка есть какая ух тышь 11 видите надо быть внимательным таких вещах так тут 23 класс но есть такая нюанс эту планету нельзя колонизировать потому что тут высокая гравитация а все остальные это просто мусор фактически и еще одна это радиоактивная нет токсичная планета значит это как отправимся вот сюда так так исследование увеличится на один процент давай покупать эту систему раскроем так есть планетку поставили тут бонус поддержки иначе построен развлекательный центр он есть бонус к влиянию но я тут ничего такого не буду строить на влияние нафиг оно надо и вы такого не делаете 300 лет нам надо так это одиннадцатый класс принципе космопорт тут можно построить так тогда строим на науку за три штучки строим космопорт так делаем а то все будет с экономическими зданиями застраиваться тут что пятерочка до класс рядом население наше растет армии нет экономика растет наука влияние повышенность так с 25 но это из-за того что колонии мы создаем новые их надо содержать содержание колонии видите так давай дальше так мы социальную матрицу построить построили и у нас проект на планете канализации так наш корабль колониста скоро будет готовы ооо тут есть аномалия нам будет отправить наш кораблик аномалия аномалия так так тут какой четвертый класс да давай тут рядом еще планетка есть то есть система солнечная и у нас и 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 в этот регион может на производство немножко поднять 20 минус 20 принципе терпимо космическая база построена влияние увеличилось так корабль колонистов запускаем и отправляем его на девяточку первую очередь по смерочку мы еще успеем взять так уже плетить сюда так хорошо влияние возрастет на 1 процент вот это развору это так не самая привычек нужно есть это маленькая раз астепа с ним можно дружить торговать воевать и тому подобное так они занимают хорошую планету 15 класса поэтому их надо мочить надо будет забрать планетку ох ты что тут 10 класс еще есть и 6 надо будет колонистов клепать побольше сейчас будет еще построена научная лаборатория строится так так хорошо хорошо за последний год наше население выросло на 2 миллиарда поддержка населения 81 процент нормально можно даже еще налоги поднять ну что денежка нам нужно так ну вот все так ох ты ж так на 4 увеличили прочность нашего корабля так пятьсот миллионов кредитов так и тут я вижу ресурс влияния еще одна планета хорошая да хорошо так запускаем корабль колонистов он конечно же ох ты ж тут разведчик чей-то ж остается отправляем сюда колониста где-то значит близко чужая раса надо будет еще сюда заскочить кораблями наверх расширяться побыстрее эту планету надо взять сейчас пойду пока вот так вот шестой ну шестой класс такой себе для планеты надо будет вот этот ресурс влияния занять так а тут космопорт еще не строится да да скоро будет строиться надо немножко подождать что-то пока не креативизм не срабатывает у нас так хорошо теперь вот этот дружок пусть летит сюда так ага есть наконец-то космопорт построили так и мы будем строить а не одну неделю а это наверное вот тут построили так да нет что же меня обманывает вот вот этот ресурс налить обязательно нету нету одиннадцатого класса десятого шестого не надо шестой класса это бесполезно так а а следующий проект космопорт закончен так летим дальше вот сюда так есть запускаем что там шесть недель лишь строится так корабль колониста летит вот сюда на десяточку о есть колонизировали иногда будут такие у вас события происходить во время колонизации так наши рассветчики сообщают что на этой планете живут разумные стручки которые паразитируют на высших формах жизни жертва страдает от постоянных неприятных ощущений но в результате такого симбиоза становится умнее ваше приказание и тут от решений наших будет зависеть какая наша раса будет добрая или злая ну в принципе злая ух тыж на пятьдесят один проц процент бонус к науке так прекрасно все колонисты должны познакомиться с этими растениями вперед я согласен пусть стручки на них растут так вот эти желтые клеточки в будущем можно будет преобразовать при помощи милиарации и у вас будет планета не девятого класса а например десятого вот так вот но эту технологию для начала нужно выучить так что тут построить давай-ка науку тут бонус к науке ну-ка еще две клеточки оставлю давай вот так вот так научного агалатория на таре уже ничего не строится ага ну ладно так и у нас все равно идет минус блин побыстрее бы исследовать вот эти активную экономику технологии туда можно будет из минуса выйти ну ладно тут пожалуй я и завершу данную серию я тут только поставлю постройку инженерного модуля и сделаем вот так чтобы быстрее он подстроился так а тут можно еще один заводик построить так чтоб был а там будем строить уже такие какие-то здания так что игра довольно интересная размахнуться и есть где смотрите сколько тут еще хух территории сколько мы вот маленький кусочек всего лишь открыли и скоро не не скоро конечно еще будет война со всеми вот так вот а пока нам нужно чем побольше захватить планет оставить нашу экономику на рельсе и склепать сильную армию и начать всех прессовать вот так вот план таков и мы будем его реализовать а пока всем спасибо за просмотр если понравилось не забывайте ставить пальцы вверх и до встречи в следующей серии всем пока